МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как начинается ее утро, что поднимает настроение и какой хотела бы получить подарок, Лера расскажет прямо сейчас. Признанного во всем. Ха-ха-ха. Если это рабочее утро, то я его очень не люблю, потому что, во сколько бы я ни проснулась, в 5 ли, в 9 ли, в 8, в 10, я все время думаю о том, что пора идти на работу, а мне хочется поспать еще 5 минуточек. Ну и в итоге я, как всегда, ничего не успеваю совсем. Я не могу собраться, не могу покушать, не могу там накраситься. В результате я все время выбегаю чуть ли не в одном ботинке из дома и бегу на автобус, везде опаздываю, как всегда. Не дай бог еще я встряну где-нибудь в пробке или попаду в какую-нибудь неприятную историю, тогда я вообще очень сильно опоздаю. Моя первая мысль – еще 5 минуточек. Пожалуйста, еще 5 минуточек, я переведу, пожалуй, будильник, посплю еще 10, а то еще 15, а потом вот как раз вся эта катавасия и начинается. Мое любимое время суток – это вечер. Но только так, чтобы это была суббота вечера или пятница вечера, в общем, чтобы на следующий день не нужно было идти на работу. Вот тогда вечер может быть хорош. Я очень рада этой съемке, потому что как же проводить свой субботний день, как не на работе? Секрет бодрости, секрет хорошего настроения – это, наверное, послушать что-нибудь с утра, что нравится. Музыку, аудиокнигу, в общем, чтобы зарядиться какими-то положительными эмоциями. Секрет хорошего внешнего вида – да ничего, просто проснуться вовремя, наверное, успеть собраться. Ну, у меня не всегда это получается. Иногда приходится доделывать свой внешний вид уже на работе. Хорошая еда. Я очень люблю еду, любую, главное – вкусную. В общем, если я с утра успела съесть вкусный завтрак, то настроение у меня на весь день хорошее обеспечено. Ещё мне очень хорошо поднимают настроение люди. Если я с утра завязала с кем-то хороший разговор или какая-то приятная история утром случилась, значит, у меня весь день будет хорошее настроение. Ещё мне поднимает настроение музыка, фильмы. Но, опять же, с утра, если это рабочий день, то не всегда удаётся его так себе поднять, поэтому спасаюсь с едой. Любой скандал, любая нервотрёпка, она является для меня головной болью. Поэтому я не очень люблю проблемные съёмки, когда приходится выезжать на место, с кем-то выяснять отношения, за кого-то заступаться, потому что я, ну, в эти моменты я переступаю через себя. А вот анальгином для меня является вот что-то такое. Ну, если говорить, опять же, про работу, то это что-то очень лёгкое, такое расслабляющее, какие-то темы такие приятные. Вот это для меня анальгин. То есть я могу себе позволить поехать, и не то чтобы работать, а просто отдыхать и расслабляться. А вообще, в принципе, в жизни, если про работу не говорить, то анальгин для меня – это просто свободное время, которое можно с пользой провести, и вообще с какими-то положительными эмоциями. списываем, выкидываем, утилизируем. Только что здесь стояла коробка, было написано 35 рублей, кабачки и баклажаны. И продавалось вот это вот всё уже тухлое. Оно стояло и продавалось по 35 рублей килограмм. Я не знаю, мы лично не продавали её. Однажды я услышала фразу «человеку свойственно ошибаться», и не то чтобы я её постоянно повторяю, но если случаются какие-то не очень приятные ситуации, то я успокаиваю себя именно этой фразой. «Человеку свойственно ошибаться», то всё, в общем, всё нормально, в следующий раз будет получше. Я не очень эгоистична и редко о себе думаю, поэтому меня устраивает любой подарок. Я бы не сказала, что «Вау, я так хочу эту вещь, прямо не могу». Нет, такого нет. Ну, любой подарок, правда, меня устроит. Если даже мне подарят маленькую, маленькую розочку, и то я буду очень счастлива. Ну, а вообще я хочу новый телефон. В четверг, 4-го числа, в 4-4 часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии на 33 корабля. Лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протоколом протокол запротоколировал. О том, что… Я не помню. Их много на самом деле. Когда я была маленькая, я думала, что я вырасту и обязательно уменьшу себе нос. Вот прям не любила я свой нос. Я его, в принципе, и сейчас не люблю, потому что мне кажется, что он очень длинный, а еще я все время переживала, что, не дай бог, кто-нибудь меня в него даст, или я упаду, его сломаю. Тогда он еще получится не только длинный, но и кривой. И, в общем, ну, конечно, комплексов у меня по этому поводу нет, но все равно я, в общем, за свой нос я переживаю. И поэтому всегда, когда там я фотографируюсь, стараюсь стать так, чтобы он казался поменьше. Дорогие зрители, просыпайтесь, не забывайте, что сегодня замечательный день вас ждет. Несмотря на работу, несмотря на всякие немурядицы, заряжайтесь позитивом, смотрите «Оранжевое утро», не забывайте про новости. В 19.00 мы обязательно встретимся с вами на РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин